Станция Новочеркасская Петербургского метрополитена открыта 30 декабря 1985 года в составе участка площадь Александра Невского 2, проспект Большевиков. До 1992 года носила название Красногвардейская. В проекте станция носила название Заневская. Название Красногвардейская получила по советскому наименованию Новочеркасского проспекта, который в те годы именовался Красногвардейским. В июле 1992 года получила свое современное название Новочеркасской по тому же Новочеркасскому проспекту. Новочеркасская – односводчатая станция глубокого заложения, глубина примерно 61 метр. Подземный зал сооружен по проекту архитекторов Хельченко, Чехмана и Гецкана. Тематика художественного оформления станции посвящена борьбе Красной гвардии Петрограда за советскую власть. В облицовке путевых стен применен красноватый мрамор. Рисунок пола выложен из светло-серых гранитных плит, включением мелких плит красного оттенка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова По центральной оси станции подвешены 7 люстр кольцевой формы. Внутри колец ранее были расположены трубчатые ленточные построения из канадированного алюминия, символизировавшие знамена. Торец станции по замыслу архитектора должен был украшать выполненный из полированного мрамора рельеф. Но идея реализована не была. На торце платформенного зала установлен только задник из полированного мрамора. Санкция не имеет наземного павильона. Подулочный вестибюль расположен под Заневской площадью на пересечении Заневского и Новочеркасского проспекта. Вестибюль в комплексе с подземными пешеходами-переходами выполнен по проекту архитектора Хельченко, Чехмана и Гетскина. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В отделке стен вестибюля использован мрамор красных тонов. Над эсхалаторным входом расположен подсвеченный витраж Побеждающей Революции художников Гусарова и Ликанова. Со стороны Невы коридор образует аванс-зал шириной 15 метров, в котором размещаются встроенные торговые киоски. Из аванс-зала лестничный спуск ведет в собственный вестибюль-эскалаторный зал, в котором с двух сторон примыкают служебные технические помещения. Субтитры подогнал «Симон» С 5 декабря 2013 по 5 декабря 2016 года проводился ремонт станции, включающей в себя ремонт подземного перехода, замену гидроизоляции, ремонт полов и облицовки стен, а также ремонт служебных помещений станции. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» В 1992 году после переименования станции надпись с названием «Симон» на путевой стене была оставлена, только буквы были переставлены местами. Единственными буквами, которых не хватало для нового названия стали буквы «Ч» и «О», поэтому они были добавлены, и надпись при этом была использована отлично от имевшихся гарнитуры шрифта. Из-за этого заметно существенное отличие новой буквы «Ч» от других. Вторая буква «О», вероятно, сделана как копия первой. К тому же буквы, подвергшиеся перемещению, были установлены неровно. Силами метрополитена в ночь с 10 на 11 октября 2011 года буква «Ч» была приведена к стандарту использованную гарнитурой названия станции. КОНЕЦ Как интересный факт, станция «Красногвардейская» в Ленинграде и станция «Красногвардейская» в Москве были открыты в 1985 году, в Москве 7 сентября, а в Ленинграде 30 декабря. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова